Приветствую вас дорогие друзья! Сегодняшний ролик будет посвящен фантастическим сериалам на космическую тему, так что хватит предисловий и приступим! Фаворитом данного ролика выступает сериал под названием Пространство, который в русскоязычном сегменте глобальной сети вы также можете отыскать под названием Экспансия. Создан этот сериал при поддержке канала Sci-Fi на основе серии книг Джеймса Кори, который является псевдонимом Дэниэля Абрахама и Тай Фрэнка. Действие сериала развивается в Солнечной системе спустя примерно 200 лет после нашего времени. Земля находится под контролем ООО и состоит в холодных отношениях с колонизированным ранее Марсом, который имеет независимое милитаристское правительство. Также, помимо Земли и Марса, под их протекторатом существуют колонии в поясах астероидов, которые являются главным источником добычи ресурсов. Однако, желая обрести независимость, в колониях образовались радикальные группировки, которые подливают масло в огонь в и так довольно напряженные отношения между Землей и Марсом. События сериала начинаются на грузовом корабле Кентерберри, который транспортирует лед с колец Сатурна к станциям пояса астероидов. Однако, во время полета он принимает сигнал бедствия от корабля Скопполи. Позже, отправленная на челноке спасательная группа обнаруживает, что корабль совершенно пуст, и с этого момента начинаются их приключения, наполненные целой чередой трагических событий. Лично я считаю, что пространство – это лучший представитель жанра на ТВ за последние лет так десять. Сюжет сериала довольно интересен, хоть поначалу кому-то может показаться скучным. Тут вам и экшен, и интриги, и даже немного детектива в одном флаконе. Съемка и декорации просто выше всяких похвал, а музыкальное сопровождение довольно гармонично вписывается в видеоряд. В общем, если вы еще не смотрели этот сериал, то я вам настоятельно рекомендую. На данный момент сериал насчитывает три сезона, а четвертый выйдет на Amazon Prime в 2019 году. Следующим в этом выпуске представляю вашему вниманию телесериал от все того же канала Syfy под названием «Темная материя». Сюжет сериала разворачивается вокруг команды корабля Раза, которая пробуждается от анабиоза, совершенно не помня кто они и как очутились на корабле. Однако позже, при помощи андроида корабля, им удается узнать, что они находятся в розыске, и являются чуть ли не самыми отпетыми преступниками в галактике. Также они узнают, что являются наемниками одной из рудных корпораций, которым принадлежит власть в галактике, и что Раза направляется к колонии, которую им необходимо уничтожить по приказу работодателя. С этого момента им предстоит выбор – продолжить и дальше вести разбой и пиратствовать, или же изменить галактику в лучшую сторону. Поначалу сериал кажется довольно банальным, однако с каждой серией набирает обороты и становится более интересным. В нем есть космические сражения и андроиды, перестрелки с боями на катанах и тайны личности, прям как в Лосте. В общем, сериал довольно неплох. Сюжет интересный, а порой и интригующий. Актеры, конечно, мало известны, однако хорошо справились с образами своих персонажей. Хоть первый сезон и не блещет спецэффектами из-за низкого бюджета, однако это ничуть не портит просмотр этого сериала. К сожалению, канал Сайфай, следуя своим традициям, закрыл темную материю после выхода третьего сезона. Далее у нас по списку. Канадский телесериал Killjoys. Сюжет сериала происходит в планетарной системе Quad, которая включает в себя планету Крэш, на которой живет вся верхушка общества и так называемый Совет Девяти, являющийся правительством системы, и трех ее спутниках – Аркайн, Лид и Вестерли. Именно на последнем и будет происходить большая часть событий. Главными героями в сериале выступают Killjoys и Джонни. Killjoys являются рекламационными агентами коалиции извлечения и задержания или, если проще, охотниками за головами, которые занимаются поимкой либо устранением любых граждан, на которых компания выдала ордер. По своим способностям Killjoys делятся на пять уровней, однако по слухам есть и специальный шестой уровень, существование которого коалиция отрицает. Сюжет начинает свое развитие после того, как Джонни берет от имени напарницы ордер на устранение некого Девина, который является его родным братом. С этого и начинаются их приключения, которые связывают в себе их темное прошлое, классовую вражду квада, политические дрязги Совета Девяти и надвигающуюся таинственную угрозу извне. В целом, сериал не так плох, как мне показалось поначалу, особенно если учесть, что сериалы космической тематики снимают не часто. Спецэффекты в Killjoys не блещут бюджетом, но вполне годного уровня, а игра актеров вполне приемлема. Кстати, что касаемо актеров, мало того, что во время просмотра сериала из-за главной героини меня не покидало ощущение того, что я смотрю приключения Джессики Джонс в космосе, так еще и ее напарника играет брат-близнец того самого Айсмена из Людей Икс. Но когда к ним в команду попал брат Джонни, вояка до мозга костей, моя ассоциация с Марвел только окрепла. Только взгляните, это же вылет из Стив Роджерс. В общем, подводя итоги скажу, хоть сериал и не самый эталонный, но все же, если вы уже все пересмотрели с данного жанра и от безысходности решили очередной раз посмотреть Светлячка, то может быть пару вечеров Killjoys вам скрасит. На данный момент постепенно выходит четвертый сезон, а показ пятого финального запланирован на 2019 год. И вот мы подошли к чуть ли не культовому сериалу под названием Светлячок. Сериал был снят еще в далеком 2002 году режиссером Джоссом Уидоном, однако из-за низких рейтингов дальше 14 серий сериал не продвинулся, что не помешало ему собрать армию фанатов, пополняющую свои ряды и по сей день, а также получить награду Эмми за лучшие спецэффекты. Несмотря на закрытие проекта, в 2005 году при поддержке фанатов Джоссу Уидону из студии Universal удалось довести сериал до логического конца, выпустив полнометражный фильм Миссия Сиренити. Действие сериала происходит в 2517 году в пределах одной звездной системы. Объединившиеся в Альянс Китай и США в ходе военных действий берут под свой контроль все центральные миры, а оставшиеся относительно свободными переграничные планеты и спутники лишены высоких технологий и живут в условиях дикого запада, а также время от времени подвергаются нападениям таинственных пожирателей. Сюжет сериала разворачивается вокруг бывшего сержанта, проигравшей армии независимых, Малькольма Рейнольдса, который после войны, не желая жить по правилам Альянса, покупает устаревший транспортный корабль класса светлячок и чтобы выжить не чирается со своей командой браться за практически любую работу, будь то контрабанда, перевозка пассажиров или ограбление. Однако волей судьбы на корабль попадает девочка Ривер, преследуемая Альянсом. С этого момента и начинается их противостояние агентам и наемникам Альянса, а в перерывах между погонями, попытками заработать на топливо и другие нужды. Сериал выдержан в стиле космической фантастики, перемешанной с вестерном, что придает ему некоторую оригинальность и присущий только ему шарм. Лично у меня при первом просмотре атмосфера сериала ассоциировалась с анимационным сериалом Ковбой Бибок. Хоть сериал и был снят в 2002 году, спецэффекты не выглядят примитивными, а скудное музыкальное сопровождение, состоящее из нескольких композиций, и надоедает и только подчеркивает атмосферу сериала. Актерский состав играет на пятерку и хорошо вписывается в образы своих персонажей. И конечно же радует глаз актриса Моренна Баккарин в роли куртизанки Инары. Если вы по каким-то причинам еще не видели данный сериал, то я вам настоятельно рекомендую ознакомиться. И заключительным в выпуске выступает сериал Космос. Далекие уголки. Данный сериал был выпущен аж в 1995 году, однако это ничуть не портит впечатление от его просмотра. По сюжету на дворе 2063 год. Буквально недавно закончилась война с созданными людьми андроидами, так называемыми силикатами. Проигрывающие силикатом люди создали расу Тарков, искусственно выращенных людей, которые и смогли положить конец войне. Но из-за того, что Тарки выращивались исключительно для войны, в наступившее мирное время они начали подвергаться гонениям со стороны общественности. Сюжет начинается с того, что накануне старта корабля с целью колонизации планеты Талос, командование разлучает двух влюбленных из экипажа корабля. Так как Конгресс настоял на том, чтобы экипаж состоял на 10% из Тарков, попавший под сокращение Натан Вест вступает в пехоту, надеясь на воссоединение со своей девушкой. Однако корабль колонистов и планета, на которой находится Вест, подвергается атаке враждебной расы. И Натану вместе с другими новобранцами приходится вступить в войну, с чего и начинаются основные события сериала, которые воспитают из юных новобранцев матерых вояк и раскроют первопричину начавшейся войны. Планировалось, что сериал будет насчитывать пять сезонов. Однако из-за того, что канал Fox не получил ожидаемую отдачу, был выпущен только один сезон, насчитывающий 24 серии. А на этом у меня все. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, а также не забудьте подписаться на мой канал и вступить в мою группу ВКонтакте. И до новых встреч!